Добрый день, дорогие друзья! Ну что, у нас сегодня интереснейшая тема онлайн-бизнес-семинар «Новые фишки, новые The Coins». Поговорим про программу лояльности, которая стартовала с 1 апреля. Наверняка у многих есть вопросы, точнее, может быть, нет вопросов, но иногда бывают какие-то уточнения. У кого-то есть больше вопросов, у кого-то нет их вообще, но в любом случае сегодняшний наш эфир будет полезно послушать всем. Друзья, сразу прошу, пожалуйста, вопросы приберегите во вторую часть нашего эфира. Объясню, почему. Потому что Аня будет рассказывать последовательно, и в какой-то момент у вас наверняка будет возникать вопрос, если она будет на них отвлекаться, то получается такая рваная будет изложение. Чтобы этого не было, наверняка просто ответ на ваш вопрос будет чуть позже, уже в Ваниных словах, чтобы такого не было. Просто все вопросы во вторую часть эфира тогда оставляем. И сейчас вначале послушаем Аню. Я вижу, что она уже здесь, и значит, сейчас присоединится к нашему эфиру. Внимательно пишем вопросы свои, фиксируем, по крайней мере, себе. И если вы не получите в рамках нашей беседы ответы на них, то задаем чуть-чуть позже. Аня, привет! Привет, привет! Слышно меня, нормально? Да, слышно, все хорошо. Друзья, я еще один момент сейчас скажу, чтобы не забыть. У нас в сторис есть уже ссылка на вебинар, который будет 12 часов по московскому времени во Вконтакте, в Ютубе и в Одноклассниках. По этой ссылочке можете будет переходить. Через час ровно он начнется. Поговорим про то, что снег весной не нужен. Виктория Лунгу расскажет все подробности того, как можно вороться с перхотью. Поэтому важен тоже интересный вебинар, но сразу после нашей саней беседы. Анечка, привет! Привет, привет! Слушай, Ратана, как ты оценила, точнее, как ты, когда узнала про то, что новая программа лояльности стартует, как ты ее изучив, поняла, что круто, классно, вау. Какие у тебя были эмоции? Вот ты знаешь, первый самый момент, что круто, классно, вау, это было то, что это все дело объединили в одно. Мне это очень понравилось, потому что всегда очень сложно, когда приходят особенно новые партнеры, особенно кто, да даже и кто был в каких-то там сетевых проектах, а кто вообще никогда с этим не встречался, ты начинаешь новичку объяснять, что вот сначала ты делаешь первые три месяца выгодность, да, потом ты плавно переходишь, если ты сделал так, сколько это было туда, потом сюда, есть еще это, есть еще то. И всегда этот момент, он как бы, ну такой сложноватый именно для восприятия, надо много что запомнить людям, то там запомнили, то запомнили. А тут ты объясняешь единую как бы систему, и это намного, намного проще. Вот, это первый момент. Второй момент, классно, что можно выбрать подарки, что можно накопить, да, вот эти вот очки. То есть, если мы раньше по выгодному старту есть определенный набор, и как бы ты никуда не денешься, ты как бы получаешь только этот набор. Приятно, симпатично, миленько, но в данном случае ты можешь накопить эти баллы, да, и уже выбрать себе что-то более на работе, ну и плюс какой-то разлет вот этот и так далее. Это как бы здорово. Вот. Вот. Ну и по стабильным продажам, и по особенно потом, когда что касаемо регистрации новичка, да, тоже у нас был отдельный промоушен. Некоторые его не воспринимали, люди, что ага, магистр продажи, это надо, значит, там поддерживать, там так, так. Немножко путались. А тут все достаточно, ну, как бы упрощенную систему, единое такое сделали, и это мне, конечно, очень понравилось. Анечка, ну вот представь, что я вот тот самый новичок, которого нет опыта в сетевом, и это чистая правда, потому что для меня все промоушены, как бы вот я в них не вчитывалась, не изучала, поскольку я сама их не применяю, не использую, для меня это какая-то такая немножко, ну, потусторонняя реальность, поэтому все будет сейчас по правде. И вот представь, что наша аудитория – это тоже новички, которые не знают, не работали с промоушеном. Объясни, что такое новая программа лояльности, как с ней работать, как в нее войти, как по ней плыть, идти, и что за это будет. В общем, как про маркетинг-план, да? На пальцах. На пальцах, да, чтобы я поняла. Если я пойму, то, значит, все остальные точно поймут. Значит, поймут все, да? Ага, ну, буду рассказывать тебе, соответственно, и все остальные тоже будут слушать. Значит, какой момент? Есть такая штука, которая называется программа лояльности в Тианде, где ты можешь зарабатывать так называемые декоины, ну, вроде как, знаете, как они там называются, биткоины, да? А у нас декоины, потому что у нас Тианде, все вот у нас это прекрасное Де. Декоины – такая вот валюта. Что это такое? Ты зарабатываешь за что-то вот эти вот декоины, и ты получаешь подарки. Слово «подарки» за декоины уже как бы мы улавливаем, да, что, ну, в принципе, это приятно. Как можно зарабатывать? Можно зарабатывать эти подарки. Можно зарабатывать вообще, как сказать, не придерживаясь каких-то условий, да? То есть, ну, просто ты что-то иногда приобретаешь в компании, да? Ну, таких людей очень много. Они регистрируются и просто являются потребителями, которые покупают иногда себе что-то, да? Там раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца. Можно вообще, в принципе, зарабатывать подарки. И даже вот у меня всегда все спрашивают, какие условия, да? Вот есть такой момент, что можно без условий каких-либо, да? Ну, они небольшие есть условия, но не такие, что вот тебе каждый месяц надо обязательно. Это что касаемо онлайн-клуба. Я вот задом наперед пойду, не по слайдам, да, а с онлайн-клуба. Это почему с него? Потому что вот как раз-таки людей, кто потребители, просто люди, которые иногда что-то покупают, их намного-намного больше, да? Вот. И поэтому для них такая есть классная штука. То есть они могут подписаться на сообщество официальной T&D ВКонтакте, просто подписываемся на сообщество и начинаем зарабатывать декоины. Каким образом? Ну, во-первых, нужно человеку быть зарегистрированным, да? Ну, это самый первый момент для того, чтобы, да, в компании, ну, соответственно, там проходим на официальный сайт T&D, либо если у тебя есть какой-то знакомый, за которым ты наблюдаешь периодически, который занимается T&D, ты просто обращаешься к нему, и, соответственно, просишь, зарегистрируй меня, пожалуйста, чтобы я мог приобретать продукцию со скидкой и зарабатывать подарки, просто подарки. Ну, это реальные подарки. Вот. Соответственно, у тебя есть регистрационный номер. Ни к чему абсолютно не обязывает, просто у тебя будет скидка, да? Ну, классно, здорово, по-моему. Ну, экономия всем всегда нравится. Дальше. Значит, ты подписываешься на сообщество ВКонтакте, и там есть рассылочка. То есть когда заходишь, что с компьютера, что с мобильной версией ВКонтакте, подписался, получил свои первые, сколько у нас там, 50, по-моему, декоинов, да? Вот мне надо этот слайд найти. Сейчас, секундочку. Я потому что задом наперёд пошла, и мне надо наоборот теперь. Мне надо наоборот найти, что, сколько, чего. Да, подписка на сообщество 50 декоинов идёт. Вот. Дальше. Подписываешься на рассылку. Ну, то есть прямо заходишь в сообщество, и прямо внизу подписываешься на рассылку, подписываешься на рассылку, тебе за это даётся 30 декоинов, у тебя уже 80 декоинов. То есть ты накапливаешь вот такую вот внутреннюю валюту, да? Вот. Дальше. За каждый лайк от публикации, которая выходит в этой группе, вышла публикация, ты лайкнул, тебе 5 декоинов капнуло, прокомментировал – 5 декоинов капнуло, сделал репост на свою страничку – 15 декоинов капнуло. И этим ты можешь заниматься каждый божий день весело, радостно и, соответственно… Время по времени денег. Да, это очень мало по времени занимает, но ты проявляешь вот такую вот определённую активность, и, соответственно, ты зарабатываешь вот эту вот внутреннюю валюту. Вот. Накопил, 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 и начиная с 500 накопленных декоинов, ты их можешь выводить. А ты, когда подпишешься на вот это сообщество, вернее, на рассылочку, тебе будут приходить какие-то оповещалки такие. Они приходят раз в день, никого сильно не напрягают, заваливать тебе сообщениями не будут. Просто будешь, ну, как бы, вышел новый пост, или там, например, что сегодня будет какой-то эфир, ну, то есть вот такая вот информационная как бы тема, да? Вот. И, соответственно, вот именно вот в этом… Ну, ты читаешь, как бы, что там будет. Кстати, это такая удобная напоминалка. Ага, можно декоины заработать, да? То есть раз тебе пришло, сейчас там начался эфир, или будет идти, ага, зашел в сообщество, лайкнул, прокомментировал, заработал декоины. Такая напоминалочка. Иначе, если это не будет приходить, ты просто забудешь об этом, и не будешь зарабатывать вот эти вот подарочки. Все. И, соответственно, когда у тебя накопилось там 500 декоинов, да, а ты видишь, за каждый лайк тебе опять сообщение пришло, ну, ВКонтакте, прямо в личное сообщение тебе пришло, вы заработали 5 декоинов, у вас еще 5 декоинов. И прямо вот суммарно показывается, сколько ты заработал. То есть это вот сообщение. Только ты выкнул автоматически, и тебе пришло это сообщение. Вот. В общем, ты не запутаешься, сколько у тебя там на счету декоинов. Как только ты накопил 500 декоинов, их можно вывести. Ты нажимаешь, вернее, набираешь слово «меню» вот в этом вот, в твоем диалоговом окошке, ну, вот ты рассылочку эту получаешь, ты нажимаешь слово «меню». Все, нажал слово «меню», тебе там выпадает следующее действие. Там, ну, чат будет такой, стоит определенный. Главное запомнить, что слово «меню». Ну, как бы, вызываю меню, хочу посмотреть все. Вот, все. Больше, в принципе, ничего особо запоминать не надо, потому что там дальше все понятно. Баланс, вывести там, все кнопки ясные. То есть очень удобный интерфейс. И туителю, все понятно, это важно, да. Да, ну, да. То есть я как бы могу даже не объяснять дальше, что делать. Просто слово «меню» надо запомнить, что его надо. Ну, как вот вызвать, ну, да. Все, вызвали меню, и дальше вот ты, допустим, вывести. Ну, и, соответственно, там, где вывести, ты набираешь свой регистрационный номер, потому что первое, что ты сказала, надо зарегистрироваться в любом случае, да. Регистрационный номер, ты набираешь свой номер телефона. Все, тебе, соответственно, значит, уже начисляется на твой бонус, на твой, вернее, декоинский вот этот вот счет, тебе начисляются деньги. Да, вот эти вот декоины тебе начисляются. Вот. Да, блокирует там какие-то комментарии. А как сделать так, чтобы у меня вот это окошко в комментариях не было? Можно? Я могу просто пока комментарии отключить. Ну, да, в принципе, можно, потому что мне немножко неудобно. Я, во-первых, отвлекаюсь, да, на этот момент. Во-вторых, я себя так не вижу, у меня все в комментариях. Друзья, попозже я включу комментарии, и как раз когда у нас будет период вопросов-ответов. Вы пока... Да, 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 вот лучше вот так, вот так комфортнее, чтобы я, действительно, не отвлекалась на такие моменты, потому что тема новая, соответственно, мы ее все еще, так, только-только она у нас вышла, мы ее так вот все поизучали, да, и я попытаюсь объяснить вот все подробно, да, дальше объяснить, как я это что поняла. То есть, вот смотрите, соответственно, накопили декоины, вот эти вот на счету определенные количества, как нам теперь их, ну, вот использовать эти декоины. Есть отдельный декаталог, то есть у нас есть, вот мы заходим на официальный сайт компании, это вот прям такой интерфейс сделан, как интернет-магазин, да, то есть там разбито по категориям все, для лица, акции, для головы, для волос, в смысле, ну, в общем, для всего, да, вот. И там мы выбираем продукцию, которую мы оплачиваем, да, то есть мы покупаем эту продукцию за скидкой, соответственно, после регистрации, вот. А есть отдельный декаталог, то есть там тоже та же самая продукция, ну, не вся немножечко, там, ну, очень... Да, выбор продуктов меньше, он ограничен, но он тоже достаточно обширный. Он обширный, да, достаточно большой просто. Он меняется, то есть это не то, что вот это и навсегда, нет. Да, это навсегда, совершенно верно, да, то есть я тоже об этом знаю, слышала, об этом говорят наши правовладатели и так далее, о том, что будет расширяться этот ассортимент. И ты, соответственно, вот эти декоины обмениваешь на продукцию. Всё, ты оплачиваешь вот этими декоинами эту продукцию. То есть ты делаешь заказ какой-то... Вот этот момент тоже надо запомнить, потому что спрашивают, могу ли я вот, допустим, ну, соответственно... Чего? Я просто видела, у меня сообщение там пришло, и я опять отвлеклась, вот, хорошо. Вот. Ну, всё, в общем, чего я? А, про декоины. Итак, такое, соответственно, у нас тема по-другому. Да не отвлекайся, Аня, ни на что другое. А то я могу, ведь я люблю. Вот. И вот такой вот вопрос задают. Могу ли я вот просто свои подарки получить без основного заказа? Ну, к сожалению, нет. То есть надо сделать заказ, и тебе эти подарки кладут в заказ. Вот такой вот момент. Потому что я хочу получить подарки. И всё, да? Ну, бывают такие вопросы, задают. Нет, ты делаешь основной свой какой-то заказ, и, соответственно, ты просто, ну, тратишь декоины, то есть выбираешь подарки. Но это было всегда, в принципе, везде. Ты что-то основное покупаешь и получаешь подарки. Это, ну, нормальная тема, в принципе. По-другому как-то я даже и не видела, на самом деле. Вот. Но это то же самое, что у нас, допустим, мы розыгрыши, да, проводим в Инстаграме, там, и так далее. Тут то же самое. Тебе кладут подарок. Вот, по нулевой стоимости, если ты выиграл, а здесь у вас задекоины. Вот и всё. Задекоины, да. Ну, соответственно, эти декоины ты тоже, ты по большому счёту, ну, что ты делал? Ты лайкал и комментировал, да? Это ты не тратил деньги, ты ничего. Ты просто проявлял определенный момент. Две минуты в день. Да. Две минуты в день. Две минуты в день. Она мне сейчас пишет в этом ватсапе, он мне выскакивает, я смотрю. Вот. Ну, в общем, всё понятно. Насчёт вот этого вот такого бесплатного бонуса, который для большого количества потребителей, то есть для людей, которые не делают ежемесячные заказы, там, и так далее. Они могут, там, раз в месяц делать, они могут два раза в месяц делать. Важно помнить, что хотя бы раз в четыре месяца надо делать заказ для того, чтобы, для того, чтобы, да, скидка не потерялась. Вот. Ну, ладно. Давайте вернёмся теперь к партнёрам, либо к тем. Да, то есть мы вот сейчас остановились на той части программы лояльности, с которой уже, в принципе, люди, ну, успели познакомиться во Вконтакте. У нас программа лояльности была. Ты про Деоотзыв потом скажешь или сейчас? Давай, да, про Деоотзыв. Давай, скажу про Деоотзыв. Скажем, да. Давай, тогда мы к нему опять. Так, тогда мне надо опять сейчас убежать. И вдруг я что-нибудь не то, ну, вернее, не договорю. Я-то всё уже поняла. Вот. Да, ну, вот мне там Юля отвечала. Я там ей вопрос ещё дополнительный задавала. Ну, как мне это сейчас посмотреть? Я только чуть-чуть видела. Ну, ладно. Ты можешь, если принципиально важно, вот давай можно тебя сейчас отключить. Ты посмотришь и подключишься заново. Давай, давай. Как раз про Деоотзыв был вот этот момент. Давай, я тогда отключусь. А как мне отключиться? Или ты меня отключишься? Я сейчас посмотрю, могу я тебя отключить или нет. Ну, просто выйди из эфира. А вот как мне его выйти из эфира? Просто закрыть? Ну, да. А то у меня раньше был крестик, а сейчас у меня нет. А сейчас нету, да. Сейчас какие-то обновления идут, но то появляется, то исчезает. Я тушку удалить не могу. Ну, все. В общем, да, может быть, пока будут вопросы и так далее. Я буквально на 30 секунд. Все, да. Я пока включаю комментарии, посмотрим, что есть. Пусть теперь попробует сказать, что у нас мало подарков. Вот это, кстати, достаточно интересный комментарий, потому что, мне кажется, подарков у нас крайне много. Ну, вот просто очень много. У нас даже менеджеры не справляются. Ну, справляются, конечно, в итоге, но действительно объем людей, которые... Ты с нами? Да, да, я с вами, Юля. Он даже уже тут отвечает, потому что мне будет вопрос, да. Юля присоединилась к эфиру. Давай я еще раз попробую отключить, я не знаю. А что, нормально все, я посмотрела? А, ну все, прости тогда. Все, я на месте. Тогда я расскажу о комментарии снова. Ага. Продолжим. Ну, вот, про Д-отзыв. Д-отзыв функционирует друг, да. Тоже есть свои маленькие нюансы, но классные. Да, тоже можно зарабатывать, соответственно, декоинами. То есть, мы поняли, как могут зарабатывать вот эти вот люди, которые вот иногда покупают. Да, чего-то, просто потребители. То есть, они могут зарабатывать за активность в группе ВКонтакте, а также за отзывы. Соответственно, например, ты зарегистрировался, сделал заказ, да, получил продукцию, вот, тебе что-то понравилось, и ты можешь сделать отзыв и за это получить, опять же, декоины. То есть, на счет ты можешь получить декоины, которые можешь обменять на подарок. Представляете, за отзыв. То есть, ты... Что нужно сделать? Нужно обязательно либо свои личные фотографии, либо своё видео личное. Если поднаградно. Да, да, да. То есть, ну, ты должен рассказать, ну, как бы свой отзыв оставить. Если фотографии ты взял где-то на просторах интернета там или так далее, этот отзыв могут не начесть. То есть, это должен быть, ну, реально твой отзыв. Вот ты попользовался и рассказываешь свой отзыв. Вот ты сфоткал, либо ты себя снял, либо руки даже элементарно можно снять. Я им всегда говорю, кто... Я понимаю, что люди могут жутко стесняться. Ты можешь записать видео с руки своё личное, показать и немножко расписать, да. Единственное, если это руки, ты немножко не затягивай это дело, потому что, ну, будет скучно. Людям, люди всё равно любят эмоцию смотреть, да. Вот. Ну, вот. В общем, вот так. Потому что такие быстрые комментарии. Вот. Короче говоря, если ты делаешь первый отзыв, ты отправляешь, значит, ссылочку. В общем-то, эта вся информация тоже есть на сайте, и это люди могут видеть. Ну, сейчас давайте расскажу. Оформляем, оплачиваем заказ, да. Получаем, публикуем отзыв на своей странице. Кстати, ваша страница должна быть действительно ваша, потому что этот отзыв, он проверяется. Да, потому что если эта страница, например, закрытая, вы скинули ссылочку, да, на свой отзыв в обратную связь с ТМД, страница закрытая, они не могут посмотреть, что там вы за отзыв написали. Поэтому это важно, чтобы страница была открытая. Дальше. Страница должна быть, ну, какая-то с друзьями, потому что это не то, что вы завели, вы такой стеснительный, ага, сейчас я заработаю декоины, заработаю подарочки, вот, но я тут где-то на какой-то отдельной страничке чего-то её заведу, пустую, да, и там размещу отзыв. Ну, тоже это не пройдёт. То есть это должна быть нормальная открытия страница, где у вас есть, ну, соответственно, ваши какие-то друзья, и вы пишете отзыв. Просто отзыв не в том плане, что призываю всех купить, там, и так далее. Просто вы видите отзывы. Да, ваши личные отзывы. Ваш личный отзыв. Да. Да, вот этот важный момент. Ещё раз давайте проговорим, что, смотрите, отзыв должен быть ваш, и фотографии, и видео должны быть вашими. Не взятые с Яндекс.Дзена, ТМД, не взятые из Инстаграма, ВКонтакте, да и сайта, и так далее. Ваши личные фотографии. Это будет проверяться, это будет, ну, скажем так, неприятным моментом, если вдруг вы опубликовали свой отзыв, взяли отходу-то фотографию, и отзыв просто, ну, не пройдёт модерацию, потому что, ну, в правилах это указано. Ваши личные фотографии, или фотографии вашего, может быть, клиента с его, с его, ну, в общем, это должны быть реальные фотографии. Вот. Важный момент. Что мы делаем дальше? Мы опубликовали отзыв, и у нас есть... Мы должны ссылочку отправить. Да, есть такое поле, называется «Де-отзыв», прямо на сайте. Вот. И туда мы указываем ссылочку на свою публикацию. То есть те отправляем. Вот. Да. Ну, в принципе, всё. Тут что ещё важно? Откройте свой... А вот какой есть момент, смотрите. Где её найти-то, вот это поле, да. Нужно открыть свой заказ на сайте, или в мобильном приложении, где был вот этот продукт, про который вы написали. И вот там будет «Де-отзыв», такая кнопочка. И вот туда вы ссылочку просто отправляете на свою вот эту публикацию, на свой отзыв. Всё. Просто в рамках этого важно сказать ещё вот какой момент. То есть вы можете в месяц написать один отзыв, два отзыва, три отзыва, но они всегда привязаны к вашему заказу. Если вы в течение месяца сделали один заказ, вы оставляете один отзыв. Если вы сделали три заказа, то вы можете оставить три отзыва. Оставить три отзыва. Да. То есть у вас это окошечко появляется в вашем... Ну, после заказа высвечивается, и вы оставляете отзыв. Если вы покупаете какой-то продукт, которым вы и раньше пользовались, и у вас уже сложились ваши истории, не знаю, год назад, полгода назад, вот прямо сейчас, вы тоже можете сразу, вот вы купили и сразу оставить отзыв, не ждать, пока результат получится, потому что вы уже его получили. Но это в любом случае привязано к заказу. Привязано к заказу, да. Поэтому вот как раз вопрос у нас впадает, да, вот этот вопрос, сколько отзывов можно написать, да? Отзывов можно написать сколько угодно, но вся привязка к заказу, да? То есть если один заказ, то один отзыв. Вот так. И за первый заказ мы получаем, соответственно, мы отправляем этот отзыв, за первый заказ мы получаем тысячу декоинов, за второй последующий заказ мы получаем 500 декоинов. Все просто. Это то, что, условно говоря, человек просто как клиент может это делать. Любой человек может оставлять доотзыв. Юлия Озлобина нам написала, я тоже самую подтвердила информацию, что любой человек может оставлять доотзыв, любой человек может получать свои депоины во ВКонтакте. Это тот блок, который подходит всем. Да. Вот. Ну и, соответственно, все. Все поняли. То есть вот эти люди, которые не привязаны к каким-то там определенным баллам и так далее, они могут получать, зарабатывать вот эти онлайн, бонусы онлайн-декоины и обменивать их на подарки. Количество, как говорится, не ограничено. Все зависит от вашей активности. Все. Вот. Ну все. Завтра наперед пошли. Теперь идем к партнерам. Как раз-таки люди, которые делают заказ ежемесячно, то есть все равно они… Ну, есть, конечно, и просто потребители, которые делают заказ ежемесячно, да, но все-таки это больше относится к людям, которые стараются что-то как-то заработать, да. То есть либо продажами занимаемся, либо структуру строим. Ну, короче говоря, уже таким партнерам более такой осознанный подход. Значит, смотрите. Раньше у нас была программа «Выгодный старт». То есть мы получали подарки за три первых месяца заказов. Вот. Сейчас у нас та же как бы самая тема, но подарки за первые три месяца заказов мы получаем в виде, опять же, декоина. То есть раньше, если это был фиксированный какой-то подарочек, мы получали… Ну, вот. Допустим, если мы делаем заказ от 50 до 149 баллов, да, ну, до 150 просто, до 149. Вот в этом диапазоне, если мы делаем заказ, мы получаем, соответственно, сейчас тысячу, по-моему, декоинов, да. Да. За первый месяц мы получаем тысячу декоинов. На свой, получается, вот этот вот декоин счет. Да, счет, да. Вот. Если мы, соответственно, делаем второй месяц подряд заказы, то тоже мы получаем. То есть мы можем их накопить за вот этот период и выбрать более дорогие подарки. А не так, как раньше, что мы там что-то сделали, и нам вот определенный там подарочек кладут, да. То есть что хочу, то, собственно, я там и выбираю, уже смотрю. Могу сразу потратить, могу как бы потратить, спустя там три месяца накопить, да. Вот. Дальше был такой момент, ну, у нас уже было, был эфир, да, на эту тему про программу лояльности. Вот сейчас обновилась программка, потому что, ну, это важно особенно для партнеров, для новичков, понятно, это будет уже сейчас информация, как она есть, так она есть. А для партнеров важно. Я просто помню, что нам сказали, что зафиксируйте, что если вы три месяца были по программе шли вот этой вот, которая называется старт, да, ну, как раньше, выгодный старт, сейчас просто старт. Вот если вы шли три месяца подряд по этой программе, то накопились вот эти вот декойны, и вам нужно за два месяца их обязательно забрать, иначе они аннулируются. Внимание, они не аннулируются. То есть они будут, друзья. Поэтому как бы не переживайте, вы можете, ну, как бы, они у вас будут, и они будут накапливаться с вашей, там, деятельностью ВКонтакте, да, ну, вот это вот всё, то есть это будет купиться. То есть не переживайте насчёт этого. Вот. Значит, дальше какой момент. Если вы, вот, допустим, если вы делаете, ну, к примеру, первый месяц вы там сделали 50 баллов, да, у вас там капнуло 1000 декойнов. Второй месяц вы там, допустим, делаете 100 баллов, у вас капнуло 1000 декойнов. А третий месяц вы, например, сделали 150 баллов. Вот 150 баллов, это вы входите, как раньше были, опять же, в стабильные продажи, а сейчас вот 150 баллов вы делаете, и вы входите в следующую программу, которая называется «Актив». Вы можете сразу в неё выйти. То есть если вы сразу делаете 150 баллов, вы сразу входите в программу «Актив». Чем он отличается? Отличается количеством декойнов. То есть за 100 баллов, ну, вот, например, 50 баллов и 149, ты получаешь 1000 декойнов, да? Вот, а если ты делаешь 150, ты 2500 получаешь. Ну, как бы разница-то приличная такая. То есть, а если ты сделал, например, там 130 баллов, ну, лучше уж ты 150 сделай, у тебя будет больше декойнов, прям прилично больше, да, либо 1000, либо 2500. Вот, то есть за каждые 150 баллов тебе даётся 2500 вот этих декойнов на счётах. Соответственно, ты тоже их можешь копить. Поэтому, ну, очень такой интересный, хороший, приятный момент, да, что ты можешь, в принципе, сразу войти в программу. У нас вот это тоже раньше было так, что ты 3 месяца подряд начал по выходному старту, за 150 баллов делаешь. Потом, ну, как бы были определённые такие заморочки. Вроде всё понятно, но заморочно. А тут просто 100 баллов до 150 баллов, соответственно, делаешь за как 1000 декойнов. Если свыше 150, то, соответственно, 2500. Ну, 2500 лучше. Вот, поэтому лучше вот так. Но какой есть момент? Значит, можно делать, например, если ты новичок, вот в этом диапазоне от 50 до 150, да, ну, до 149, вот ты делаешь 3 месяца подряд и зарабатываешь по 1000. То есть за 3 месяца ты можешь 3000, да, заработать, ну, на этой программе. Вот, ну, накопить, да, 3000 можешь, можешь потратить там, неважно. Вот, а если ты делаешь 150 баллов в первый месяц или второй месяц, неважно в какой, ты автоматически переходишь в программу «Актив». И вот такой момент, который нужно тоже запомнить, да, то есть если ты на следующий месяц сделал меньше, чем 150, ну, например, в первый месяц ты сделал, давайте мы даже к этому слайду, что я, смотри, бог ничего не переврала, хотя не должна. Да, вот смотрите, например, первый месяц ты сделал 100 баллов, да, к примеру, и ты получаешь на бонусный, ну, не на бонусный, вернее, счет, а на D-счет ты получаешь 1000 декоинов. А во второй месяц ты делаешь 150 баллов, и ты входишь вот в эту программу «Актив» уже, то есть первая программа – это 100, а от 150 начинается «Актив». Ну, такое разное название, потому что разное количество декоинов платят. То есть за 150 баллов тебе платят 2500 декоинов. Получается, за первый и второй месяц ты накопил 3500 декоинов, да, у тебя 3500. А если на третий месяц ты делаешь, например, 120 баллов, да, ну, то есть меньше, чем 150, а ты уже вошел в программу «Актив», то тебе декоины не начисляются. Вот такой момент. То есть ты, если ты зашел в программу «Актив», 150 баллов сделал, ты как бы держи теперь эти 150 баллов. Вот, поэтому, как бы, ну, такой момент учтите. То есть не начисляются баллы. Вроде как три месяца программа «Старт», да, что ты можешь 100 сделать, можешь 150 сделать, можешь 50 сделать, но, однако, в двух программах ты не можешь быть автоматически, ну, как бы, автоматически, да, одновременно. Это все просто автоматически учитывается на сайте, и туда-сюда вот эти движения не происходят. То есть если ты зашел, ты держишь теперь 150 баллов. Вот это важный момент. Вот, поэтому, если вы, допустим, знаете, сказали, что вы сейчас 150 баллов наберете, а в следующий месяц у вас уже, ну, вы новичок еще такой, вы понимаете, что вы, ну, например, там не наберете, ну, может, лучше раскидать, да, либо постараться и добрать, ну, до 150. Лучше постараться, потому что это больше такое, потому что это для 500, да, а не 1000. Вот. Ну, это понятно объяснила? Да. Вроде да, да? Вот. Дальше, дальше. Какой еще есть момент? То есть если вы вошли все-таки в программу «Актив», да, то есть смотрите, 150 баллов, если вы делаете личного объема, 2500, значит, 300 баллов, соответственно, 5000 такой. Ну, то есть как бы в два раза больше. То есть по 2500 на каждые 150 баллов тебе прибавляется. Вот. Дальше. Вот тоже имейте в виду, что если ты, например, так, куда я у меня ускакала? Ускакала куда-то. Сейчас. Вот. Если ты, например, делаешь 3 месяца подряд 150 баллов, да, кстати, в эту программу «Актив» можно обойти в любой момент. То есть в любой момент. Ты, например, можешь, вот ты зарегистрировался только новичок, да, и 3 месяца подряд ты, допустим, делаешь меньше, чем 150 баллов, ты прошел стартовую программу, да, у тебя накопилось 3000 бейкоинов. Они могут висеть, ты их можешь обменять, ну, что хочешь с ними делать. Вот эти. А потом, например, 2-3 месяца подряд ты делаешь еще пока по 100, да? То есть, ну, получается, ну, вот не научился ты еще 150 баллов делать, к примеру. Тебе ничего не начисляется, но и ничего у тебя не убирается. То есть ты, собственно, ну, как бы, понятно, да, вот этот вот момент. Ты нигде не участвуешь. Ты адекой не можешь получать... Баллы не отгорают, да. Если вы продолжаете, ну, покупать там что-то, да. Да-да-да, баллы эти, они суммируются своей активностью ВКонтакте, отзывы пишешь, ну, то есть вот так. Потом в какой-то момент, там, через какое-то время ты научился делать 150 баллов, то есть все, ты научился рекомендовать продукцию, может быть, это личные какие-то заказы. Короче говоря, ты, как бы, ну, прям делаешь 150 баллов. Все, ты заходишь в программу «Актив», повторюсь, она классная, большое количество декойнов, и, соответственно, ты начинаешь уже вот это вот делать. Ты зарабатываешь, получается, по 2 500 постоянно. Вот какой момент. Если ты, например, в «Активе» делаешь 150, 150, 150, а потом раз, два месяца подряд ты не делаешь, ну, то есть 3 месяца делал, а потом два месяца, допустим, не делаешь, то у тебя очки все сгорают, которые были по программе «Актив» начислены. Вот это важно. Не те вот, которые тебе, допустим, за участие ВКонтакте или там еще где-то, а именно по программе «Актив», которые были начислены, они удаляются, вот эти очки. Но у нас раньше такое было и в стабильном продаже, если ты не выполняешь условия несколько, ну, там, по-моему, один, в месяц можно было пропустить. Ну, та же самая тема получается. Если два месяца не делаешь, все сгорают. Та же самая история. Вот. То есть поэтому имейте в виду, вот это тоже следите. Один месяц не сделали, имейте в виду, на следующий месяц важно сделать эти 150 баллов, чтобы не сгорели. Если не делаешь, ну, выбирай ДКОИ. Забери их, и то сгорят. Ну, как бы, вот, имей в виду. Точно так же можно войти с легкостью. То есть опять делал 150 баллов, ты опять. Ну, и, соответственно, ну, понятно, да, вот эти вот моменты. Упрощена, на самом деле, задача входа вот в эти, ну, стабильные раньше были продажи, просто сделал вот и автоматически там. Все прекрасно накапливаешь. Вот смотрите, мы с вами разобрали программу старт, да, и программу актив. То есть одновременно в двух программах быть нельзя. Вот этот момент ключевой тоже мы запомнили, да, то есть если мы сделаем 150, мы их, как бы, держим дальше. Вот. Есть еще программа профи. Это регистрация... Сейчас вот мы к ней придем. Вот она. Это регистрация новичков. То есть если ты, помимо того, что ты просто потребляешь, да, покупаешь продукцию, может быть, ты ее там продаешь, может быть, ну, не знаю. В общем, ты такой активный потребитель, раз 150 баллов делаешь, ты активный потребитель, да. Вот. Если ты еще начинаешь регистрировать людей, которые делают заказы, то ты зарабатываешь еще дополнительно, значит, за каждые 150 баллов 2500. То есть смотрите, 2500 декойнов. То есть получается, ты сам делаешь 150 баллов, да, к примеру, тебе 2500 начислилось декойнов. Если ты зарегистрировал новичков, неважно какое количество, по-моему, там, правда, от двух начинается. Сейчас секундочку. Сейчас вот этот момент, да, уточни. Боюсь подсказать неверно. Так, сейчас, 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 сейчас. А может быть, мы включим, вдруг Юля нам подскажет. По-моему, от двух. Где-то я такое просто уже слышала. Новых партнеров, ваших новичков. Ну так, ты сама попросила включить комментарии, включаю. Ага, всё. Юлечка, если ты слышишь, подскажи, пожалуйста, от двух начинается, или если один новичок зарегистрировался и сделал 150 баллов? По-моему, от двух. Вот где-то уже у меня это осело. Вот. Но неограниченное количество. То есть, мне тоже мои задавали вопрос, да, из структуры. А это обязательно человек должен 150 баллов дать? Нет, не обязательно. Суммарно. Суммарно все новички. Суммарно. Да, это могут быть три новичка, которые сделали по 50 баллов, да, и это 150 баллов. Это может быть 10 новичков по 20 баллов. Ну, группа, ребята. То есть, даже один может быть. Если один... О, неважно сколько. Ну, это прекрасно. Это вообще прекрасно. Может быть, это я просто оттолкнулась от мастера, этого самого, магистра, потому что там было, по-моему, определённо, конечно, новичков по два. Неважно сколько новичков. Всё замечательно. Вообще прекрасно. То есть, вы зарегистрировали одного человека, он сделал 150 баллов, да, под вами. Вы 150, и он 150. И за каждые 150 новичковых баллов, да, может быть, суммарно, может быть, от одного человека, ты получаешь 2500. Да. Вот. Ну, всё, разобрались. Понятен момент. Вот здесь вопрос. От 50 баллов новички должны быть. Суммарно все ваши новички 150 баллов. То есть, один новичок может вообще ничего не сделать. Один новичок может сделать на 100, другой на 50, четвёртый нечего. Третий на 30. Это всё суммарно идёт. Не важно, что 50 баллов. То есть, нет привязки конкретно. Есть привязка, чтобы было 150. За каждые новичковые 150 баллов идёт 2500. Всё. Ну, как бы. Поэтому, в том-то дело, их можно зарегистрировать 20, да, и, соответственно. Вот. Вот такая приятненькая, да, штука, соответственно. Вот. Но есть такой момент, уже я его уточнила. То есть, например, если ты... Здесь можно быть одновременно в двух... Да-да-да, совершенно верно. Здесь можно быть одновременно в двух программах. То есть, в программе профи и в программе актив. Ну, бывает так, что, ну, мало ли. Например, пришёл активный новичок, да, зарегистрировал там новичка. Кто-то сделал 150 баллов, он за свои 2500 получил, за новичка 2500, да, получил. А на следующий месяц никого не зарегистрировал. Но сам сделал 150 баллов. Тут всё окей. Ты ниоткуда ничего не вылетаешь. Тут просто, ну, 2500 как бы идёт, да. Новички плюсом 2500 плюсом за каждые 150. Всё отлично, всё прекрасно. На этот момент тоже понятие, да, что... Вот. Классная та программа. То есть, даёт, получается, такой толчок, чтобы всё-таки регистрировать людей, да, и, ну, соответственно, помимо маркетинг-плана нашего получать, доход по маркетинг-плану, помимо прекрасных ежедневных выплат, левел-бонусы, филос-бонусы, ещё и подарки. Ну, вообще супер-класс. Дальше. А по поводу обмена, да, давайте. Нет, что, как мы можем распорядиться своими декоинами? Что мы можем с ними делать? Как мы можем их... А, про розыгрышу. Давайте про розыгрыш ещё. Есть ещё вот какой момент. Про розыгрыша. Потом к камену перейдём. Значит, можно накопить 20 тысяч декоинов на секунду. Но здесь важно. Вот. Собирайте 20 тысяч декоинов за три месяца и получите купон. То есть, не за весь год программа действует год. Да, началась с апреля и по 31 марта 2022-го. Ну, соответственно, год ровно будет действовать программа. Вот. За каждые три месяца. Не то, что вы, например, накопили 20 тысяч декоинов за полгода и получили. Нет. 20 тысяч декоинов фиксировано за три месяца. И вот эти 20 тысяч декоинов это только для участников... Я извиняюсь. Да, не вижу вопроса. Всё. Поэтому вывела на эфир. Попозже вопросы, которые у нас отдельно. Пошли и посмотрим. Я просто их не вижу. Думала, что смогу посмотреть. Вот. Значит, так, отвлеклась. А, 20 тысяч декоинов важно три месяца. Друзья. И мы причём... Вот смотрите. Начиная с апреля. Вот там вот эти три месяца идут. Апрель, май, июнь. Это как раньше по магистре продажи были эти самые розыгрыши. То есть, смотрите. Первый будет по итогам апреля, мая, июня розыгрыш. 22 июля он будет. Ну, у нас это я повышал. А? Да. В июле, да. Ну, по итогам трёх месяцев на следующий месяц с этого июля. Вот. Поэтому, смотрите. Не так, что вы, например, три месяца накопили, например, там, май, июнь, июль. Нет. Вот три месяца берётся, вот так разбивается, да. Апрель, май, июнь. Важно накопить 20 тысяч. Дальше. Либо... Сентябрь. Июль, август, сентябрь и так далее, да. То есть, понятно, да. Вот разбивается год на три месяца. Ну, по квартальному так. То есть, вот за это время важно накопить 20 тысяч декойнов. И тогда у тебя появляется в личном кабинете, в синем, который наш онлайн-опис, мы заходим в онлайн-опис. Вот. Он у нас сейчас доступен. И сколько баллов? Сейчас, секундочку. Сколько баллов? А сколько баллов? Давайте лучше... Здесь есть пример, как их можно накопить 20 тысяч. Давайте, чтобы было понятно, да. Варианты. Вы там уже сами прикинете. А, в принципе, понятно. Тысяча баллов – это 10 тысяч декойнов. Вот так вот, да. Тысяча баллов – 10 тысяч декойнов. То есть, смотрите, можно... Тысяча баллов. Их полу... Можно 20 тысяч накопить каким образом? То есть, первый вариант, да. То есть, покупаете продукцию на тысячу баллов в течение двух месяцев подряд, да, к примеру. Вот. Ну, либо там не двух месяцев подряд, распить на три месяца, да. То есть, нам важно по итогу трех месяцев. Ну, я не переводила, честно сказать, декойны. Можете, в принципе, посчитать, да. То есть, получается, у нас у всех в личном кабинете есть эта программка. Вы можете эти слайды себе скачать, соответственно, и просто прям так вот детально поизучать, там, пропорции посоставлять, сколько там один декойн стоит и так далее. То есть, смотрите, получается, есть первый вариант, как зайти. Например, делайте личный оборот тысячу баллов, да. У вас тысяча баллов – это 10 тысяч декойнов. Два месяца подряд – это 20 тысяч декойнов. Ну, все, на какие? Можно это разбить на три месяца, соответственно, да. То есть, у нас за три месяца надо сделать 23 декойнов. То есть, личку там чуть-чуть где-то поменьше делать. Дальше, второй вариант – это вы, например, покупаете продукцию на 150 баллов в течение трех месяцев подряд. То есть, 150 баллов – это 2 500. Вот, кстати, 150 баллов – 2 500. О чём мы там с вами думали? Вот, начиная от 150 баллов – это уже считается. То есть, помните, начальное у нас было диапазон от 50 до 150 – стартовая программа. Да, 20 тысяч – это уже 13. Ну, верно. Это вот чего декойнов, видимо? Декойнов, видимо. Да-да-да, видимо. Видимо, это 9. 10 новичков по 150 баллов. Нет, суммарно считается у вас… Так, если 10 новичков по 150 баллов, то получается за каждые 150 баллов у новичков или суммарно? Так, сейчас я сама заинтересовалась. Как перевести демочки, как раньше было? Никак. Очки у вас автоматически переведутся. Очки не будут. Да, у всех, у кого есть сейчас в личном кабинете, у меня в том числе, есть очки по стабильным продажам, они автоматически на досчёт переведутся. То есть, понятно, да? Вот. И смотрите, 20 тысяч декойнов – вот ещё важный момент. 20 тысяч декойнов – это без декойнов по отзывам, по участиям в ВКонтакте, в группе. То есть, только и исключительно по программе. Значит, вот эти декойновы… Да, это может быть в том числе и программа «Старт», она тоже там присутствует, это для новичков. Ну, кто старички, соответственно, там уже без «Старта». То есть, это «Старт» плюс «Актив» плюс «Профи». Вот эти три программы, они участвуют… Вот вам нужно накопить 20 тысяч очков. Раньше, в принципе, та же самая система была по стабильным продажам. Ну, вернее, не по стабильным продажам, а по магистру продаж, там точно так же разыгрывались. Именно там то на то и выходит, даже здесь на данный момент выгоднее получается, особенно для новичков, да? Вот. Короче говоря, второй вариант получается. Покупайте продукцию на 150 баллов в течение трёх месяцев подряд, да? То есть, 150 баллов – это у нас 2,5. Стабильность? Нет. То есть, это получается всё на D-счёте. Это лучше как в футболе. Они будут переведены на D-счёт с 1 по мае, да? Они будут переведены. Они будут переведены. Знаете, чем удобно? Вы можете объединить все эти декойны в обмене на продукцию с теми декойнами, которые в ВКонтакте идут с вашей активностью. За отзывы вы можете больше накопить очков. То есть, если там конкретно очки вы обменивали на определённое количество товаров, то тут вы можете объединить онлайн вот эту работу вместе вот с этими программами и вывести их. Понятно, да? Но участие в розыгрышах, вот эти 20 тысяч декойнов, это важно без вот этой работы в ВКонтакте. Те декойны не суммируются туда. Вот это тоже момент. Декойны выводить только через сайт или через СЦ тоже можно будет. Через заказ на сайте, через заказ в мобильном приложении, но там можно получить. Юль, хоть как это ты про что говоришь? Сейчас я скажу, я просто знаю этот момент. Можно через сервисный центр декойны, но это те декойны, которые по программам. Вот, да. Старт, актив, профи. Что касаемо онлайн работы, ВКонтакте и отзывы, вот это отдельно немножко часть онлайн. Это вообще, помните, мы с нее и начали. Она такая, ни к чему не привязана, к объемам, ни к каким, грубо говоря. Хоть на сколько человек может делать заказы. Что касаемо вот этих вот декойнов, вот их только вводят онлайн. То есть при онлайн заказе. Здесь у нас даже в этих самых, есть в слайдах этот момент, прямо говорим, что онлайн, как бы у нас разделяется, да, на онлайн и в офлайн. Вот эти три программы Старт, Актив и Магистр, ой, вернее, Профи, они, как и раньше были, они могут и через СЦ выводиться, и через... И, допустим, на программе Старт тоже могут выводиться через СЦ. В личном кабинете будет видно, какие-то коины, какие. А вот я не знаю, честно скажу. Юля. Будет видно, да, потому что у нас эта программа только стартанула, да, и мы еще, ну, как, практически не видим эти моменты. Если новичок делает 100 баллов, ну почему? Почему он по программе Старт, он 100 баллов в один месяц, в следующий месяц 100 баллов, в следующий месяц он получает 3000 декойнов за три месяца и, конечно, может выбрать на эти декойны себе подарки. Да-да-да. Но это не стало, стало только лучше, друзья. Поэтому если вы сравнили, в сравнении стало только лучше еще. Никто ничего не потерял. Да, то есть по старту он точно так же. Он получает декойны, просто он может их накопить и выбрать, понимаете? То есть есть момент, когда раньше был определенный подарок, а здесь он может их накопить за три месяца подряд и выбрать. Может сразу их забрать, да, ну, как бы выбрать какой-то подарок. Но он может выбрать то, что ему там, ну, вот, больше нравится. Вот такой вот момент. Но мне очень нравится, что можно накопить. Это здорово. Можно сразу, можно три месяца не ждать и сразу на тысячу декойнов что-то себе выбрать. Вот, ну, и еще такой момент, раз Юля у нас присутствует. Допустим, новичок, да, я сама тоже задам сейчас этот вопрос. Вот, допустим, новичок, да, пошел по программе старт, соответственно, да, ну, к примеру, делает там 50, ну, до 149 баллов, ну, ежемесячно. Вот он сделал три месяца подряд. И в это же время он участвует в программе онлайн, да, то есть он в ВКонтакте там комментирует, лайкает и пишет отзывы уже. За три месяца-то он может, в принципе, написать три отзыва уже. Вот. Он как бы эти, ну, получается, эти декойны, они у него хоть и отличаются, да, но они же в одном кабинете. Он их может накопить и их тоже суммарно вывести же, да? Ну, по логике, да. Ну, вот, как Юля сказала, будет видно отдельную часть, пока мы не видим. Вот. Если бы я их видела, я бы сразу сказала, как что. Вот. Как она у меня сегодня пишет, мне тоже. Откуда ты берёшь эти вопросы? Мне люди задают. Откуда я их беру? Вот так. Ну, то есть, всё понятно на данный момент. Как вы видите? Юля пишет. Что-что? Может, заказом, Юля пишет. Вот я не вижу. Вот. Может, заказом, да, то есть, забрать, соответственно. То есть, если через онлайн, то он может объединить эти заказы, я так понимаю, да? Если сэксэ, например, ему надо по программе, ну, новичковой программе выбрать, и потом он накопил отдельные декойны, которые идут онлайн, то тут, соответственно, ну, как бы разделится, да? То есть, а если он, как бы, заказом через обеседию делает общий заказ, то они могут накопиться. В целом он их может потратить. Ну, вот я так это понимаю. Всё. Ну, потому что, ну, в любом случае, эти декойны можно будет накопить. Вот. Но вот эти 20 тысяч декойнов, которые у нас накопились, да, по конкретно вот этим трем программам, да, старт, ещё раз их, скажем, актив и профи, без учёта ВКонтакте и без учёта декойнов за отзывы, вот эти вот, они фиксируются, сколько вы накопили за три месяца, и вы можете подать участие на вот эти розыгрыши замечательные. Кстати, по розыгрышам. У нас в прошлом году по магистру продаж разыгрывались наборы, да, наборы программы для здоровья, шикарнейшие просто наборы, очень дорогостоящие. Так, а сейчас у нас что будет? А сейчас у нас будет 15 кейсов красоты и здоровья, один вибромассажёр для глаз и один Apple iPhone 11. Вау! Новшество не было в прошлом году такого. В прошлом году у нас просто были кейсы красоты разыгрывались, а сейчас получается ещё и вибромассажёр для глаз и Apple iPhone. Вот. Круто! Вот. А по поводу путешествия, кстати, вопрос, я думаю, что сейчас к этому тоже можем перейти. А на путешествия? Да, сейчас мы. Кстати, смотрите, здесь ещё важный момент. Если вы в течение трёх месяцев, условно говоря, вот набрали эти 20 тысяч декоинов, то вы можете участвовать в розыгрыше, даже если вы эти декоины потратили на продукты. То есть вот это важный момент. Не обязательно вот их держать, и тогда только купон. Нет, вы можете потратить, всё зафиксировано, вы их заработали. Да-да-да. Вот я только хотела сказать, что они фиксируются. Вы можете их выбирать, это без проблем. Они фиксируются. То же самое, как раньше стабильные продажи. Мы же забирали эти по очкам, да? И ничего, это всё фиксируется, что вы это делали. Тут та же самая здесь история. Вы можете их накопить. Вот. Но видите, если раньше только магистры, да, могли участвовать, ну, хотя там тоже стабильные продажи. Я Ольге Роговцевой отвечаю. Можно ли получить декоины за отзыв с прошлого заказа, который был в прошлом году? Друзья, ещё раз говорим, что вы делаете заказ, и когда вы сделали заказ, то вот в этом вашем заказе будет какой-то продукт, на который вы оставляете отзыв, и там окошечко появляется, чтобы оставить отзыв, точнее ссылку кинуть на то, где у вас в сети этот отзыв размещен. В течение нескольких дней, возможно, быстро, возможно, пару дней уйдёт, этот отзыв проверяется на предмет того, ваша ли это фотография или нет, ваша ли эта тема, реальная страница или нет. Это страница там однодневка, или это действительно тот ресурс, который вы ведёте. Вот, теперь по поводу путешествий. Это всё относится к тому, как можно выводить, да, вот эти накопленные наши декоины. То есть, смотрите... Однодневник с тобой остаётся. Ага. Ну, я вот буквально уложусь, наверное. В общем, получается, мы можем их обменивать на продукцию, да, а можем их накапливать. 20 тысяч вот этих декоинов, помните, если мы накопили, мы, значит, участвуем. Вот, мы можем их обменивать на продукцию, получать подарки, можем их накопить. Обменивается по курсу. Ну, значит, 1 евро равен 80 рублей. 80 тысяч декоинов равно 80 евро. Да? 160 тысяч декоинов – 160 евро. 250 тысяч декоинов – 250 евро. Вот, вот таким образом. У нас это тоже в личном кабинете есть информация. Если вы сейчас, ну, как бы записали хорошо, не записали, можете это на слайде посмотреть. Конечно, на слайде нагляднее, понятнее. Здесь просто Аня как личным опытом делится. Она же человек у нас опытный, и объясняет, понятнее. Я вот сижу, понимаю, о чём она говорит. Ну, хорошо, да. А, вот ещё какой момент важный тоже, что говорят, сколько баллов, да? Вот, кстати, может быть, тут вопрос был вот так, сколько баллов декоин? То есть, да, если, например, вы накопили декоины, вы не можете декоинами сделать личный объём, потому что это подарки. Это подарки, они бейбаловые. Это просто подарки. Та же самая ситуация. Вы накопили много декоинов, вы приобрели продукцию. Сколько баллов начислиться? Нисколько, это подарки. Всё. То есть, эта продукция у нас без баллов. Ну, вот вроде всё объясняла. Вот, значит, ещё раз. Первое. Вот эти люди, которые идут по трём программам, которые уже такие для партнёров больше. Старт, актив, профи. Можно брать продукцию, подарки, да, забирать, как через сервисный центр, так здесь прямо указано, что вы можете как на официальном сайте, так и получать на сервисном центре, в котором вы обслуживаетесь. Вот. Второй момент. Значит, вы можете накопить на путешествия, на форумы, на мероприятия. А третий момент – накопить на розыгрыше. Ну, тут, повторюсь, можно тратить. Я имею в виду, что это фиксируется, что если вы за эти месяцы накопили. Вот. А по второй программе, то, что касаемо вот этих онлайн, да, то есть это участие ВКонтакте и написание отзывов, вот эти декойны можно обменять только на подарки и оплатить только через описи, то есть через, ну, приобрести в интернет-магазине с заказом, сделанным в интернет-магазине. Если вы будете покупать на сайте, то вы можете вообще не делить в своей голове оба эти счёта, то есть, как бы, если вы всё через ABC, через приложение, здесь вообще разницы нет. Здесь вот небольшой нюанс с SC. Ну, и для того, чтобы участвовать в розыгрыше, 20 тысяч декойнов у нас должны вот как раз по смарту, то есть это старт, актив, актив. Да. И путешествия тоже по смарту, старт, актив, актив. Да. А насчёт подарков вы можете объединить, накопить и получить больше подарков, если вы покупаете в ABC. Так, у нас есть несколько вопросов, друзья. Сейчас я их просто покажу. Возможно, уже на них ответили, потому что наверняка вопросы пересекались. Этот вопрос я уже... Надо ли ставить хэштеги на отзыв продукции Тианды? Хэштеги. Да. Да. Вот по поводу отзыва, да, есть такой момент. Но опять же, это есть у нас... Я сейчас... Так, сейчас, секундочку, секундочку. Да, смотрите, ставите хэштеги, называй хэштег D английскими буквами, нижнее подчёркивание, русскими, отзыв. У нас всё D английскими, да? Вот D нижнее подчёркивание, отзыв русскими. Но это надо вам смотреть уже, как бы прописано, потому что важно, да, надо обязательно поставить хэштеги. И надо ещё отметить в посте. То есть, если вы, например, пишете пост в Инстаграме, отмечаете официальный аккаунт в Инстаграме. Нижнее подчёркивание official. Да. В ВКонтакте, соответственно, Тианды Медиа, да, в Одноклассниках тоже Тианды Медиа. А в Фейсбуке Тианды комьюнити. Сомьюнити, да. 150 личные баллы или СО? Личные, да. Если по активу и по профи, личные обязательно. Можно ходить где отзывы, в любой социальной сети. В любой, да. Главное отметить, получается, да, в своём отзыве и хэштеги вот эти два. Тианды на английском и D, нижнее подчёркивание, отзыв. Если в заказе много продуктов, отзыв только по одному, но просто у вас развернутый отзыв, получится, наверное, по одному, но можете упоминать о других продуктах. Можете распаковку, посылки сделать, но смысл в том, что вы получите, да, вот эту тысячу первую, а потом по 500 только за один, ну, как к одному заказу один отзыв. В приложении тоже можно, можно, но на сайте уже окошечко отзывов точно есть, а в приложении окошечко отзывов будет к концу недели появляться. Понятно. Все запомнили? Здравствуйте. Так, ясно. Такие интересные программы. Коллективное творчество есть у правообладателей Юля Злобина. Хэштеги. Да. Ну, хэштеги мы уже ответили. Так, я просто... Так, ну, вроде все вопросы. Всё. По вопросам вроде все. А, слайдовую презентацию можно скачать на сайте, там подробно всё написано. Да, друзья, самый простой вариант, скачайте слайдовую презентацию. Там просто вот всё, как-то скульптура лишняя отсечена, чтобы у вас не было никаких вопросов. Как долго могут храниться и накапливаться декойны? Они хранятся, накапливаются, да. Ну, в принципе, ты сколько угодно их можешь хранить и копить, но что касаемо, значит, если у вас, получается, например, вы по 150 баллов делаете, то помните, да, два месяца не сделали, сгорает та часть, которая у вас идёт по программе «Актив». Ну, то есть, как раньше, стабильная продажа. Вот эта часть сгорает. Да. Друзья, спасибо вам большое за эфир. К сожалению, у нас сейчас начинается ещё один эфир. Переходите по ссылке, заходите во ВКонтакте, в YouTube, в Одноклассники и смотрите эфир ведущей Виктория Лунгу. Снег с зимой, весной не нужен. Говорим, как справиться с перхотью. Анечка, спасибо огромное, друзья. Эфир сохранится, как всегда, будет в IGTV. Юля, спасибо тебе тоже отдельно за то, что весь эфир... Помогала. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok